Минитавр Представляем вашему вниманию новую прошивку для Минитавр, а также обновлённый софтовый редактор Минитавр Эдитер с полной поддержкой новых возможностей синтезатора, существенно расширяющих тембральную палитру инструментов. Помимо великолепно звучащих басов с синтезаторных звуков, инструмент теперь подойдёт и для создания гибких и ярких лидовых синтезаторных партий, насыщенных эффектными тембральными приёмами. Большинство новых тембров инструмента так или иначе связаны с новой, существенно расширенной модуляционной секцией и обновлённым функционалом осцилляторов. Например, в новой прошивке 2.2 генератор LFO обзавёлся пятью различными формами волны, а также возможностью использования огибающей фильтра в качестве универсального модулятора. При этом вы можете модулировать как фильтр, так и осцилляторы, причём в качестве цели теперь можно выбрать только второй осциллятор, отдельно от первого. Такой приём модуляции позволит создавать эффектное подвижное арпеджио, интересные эффекты и свипы. Но особенно полезен этот приём будет при использовании новой возможности синхронизации осцилляторов с классическим и узнаваемым звучанием, особенно заметным при изменении частоты второго осциллятора. И вы можете услышать это, особенно когда фрекция осциллятора 2 будет подвижена. Так вот. Давайте послушаем несколько пейджей, демонстрирующих новые формы волны генератора LFO и возможности модуляции. Например, мы можем использовать режим Sample and Hold в качестве модулятора-осциллятора в режиме Hard Sync. А вот так работает огибающая фильтра, модулирующая второй осциллятор в режиме Hard Sync. Здесь у нас имеется пэтч, в котором Sample and Hold управляет частотой среза. Это настоящий классик. Следующий пресет демонстрирует модуляцию второго осциллятора с помощью LFO без использования жёсткой синхронизации. В этом режиме вы можете создавать различные подвижные интервалы от унисона до шагающих кварт или квинт, которые звучат очень интересно и музыкально. Ну а следующий пейдж демонстрирует пример использования пилообразного LFO для модуляции осцилляторов. В результате мы получаем всем известный эффект, использовавшийся для озвучки старых компьютерных игр. Редактор Minitavro Editor позволяет легко и просто контролировать новые возможности синтезатора и сохранять готовые пэтчи прямо внутри приложения. При этом вы можете сортировать пресеты по папкам, доступным в левой части экрана, а также осуществлять поиск, проставлять теги для быстрого поиска и так далее. Кроме того, вы можете использовать редактор для сравнения пэтчей и создания собственных библиотек, которые можно сохранить уже в память самого синтезатора. Синтезатор при этом имеет 128 ячеек для хранения пэтчей, которые также можно редактировать, выгружать и заменять с помощью приложения Minitavro Editor. Также здесь имеется и отдельный режим для осуществления глобальных настроек синтезатора, отвечающих за поведение инструмента. Например, здесь можно активировать режим Polychain, который позволяет расширить общую полифонию пэтчей путем подключения до 16 синтезаторов MOOC Minitavro друг к другу. Имеются и настройки CV-Gate протокола. В данном меню вы можете привязать любой из параметров синтезатора к одному из CV-Gate входов, расположенных на задней панели инструмента. При этом все модули синтезатора передают полноценные MIDI-данные, так что вы вполне можете использовать Minitavro как компактный CV-MIDI-конвертер. Приложение Minitavro Editor работает как в режиме Standalone, в котором вы можете создавать и редактировать библиотеки пэтчей, так и в виде плагинов во всех популярных форматах, таких как VST, AudioUnit или AAX. При использовании такого плагина внутри вашей BW вы также получите доступ ко всем параметрам инструмента, что позволит вам прописывать автоматизацию, редактировать пэтчи и так далее. Словом, работать с инструментом как с обычным VST-плагином, наслаждаясь прекрасным аналоговым звучанием. Minitavro теперь сочетает все самое лучшее из цифрового и аналогового миров. Отличный звук, удобное управление и мощный тембральный потенциал.